Здравствуйте, туристы и милитаристы! Часто ли вам приходится себя критиковать? Я могу сказать, что из-за того, что я бываю крайне неаккуратным, таким раздолбаемым и прочее, я часто себя называю всякими матерными словами, в данном случае, когда к тебе приходит нож, который сделан перфекционистом. Здесь просто ты понимаешь, насколько здесь вообще не до чего докопаться. Здесь просто реально, ну, человек делает с такой все точностью, затачивает, сатинчик ставит, все классно, все красиво, ноженки, и, блин, ты играешься, играешься, и случайно задеваешь нитку на ножнах. Причем, именно, посмотрите, у меня получилось так, что у меня попал просто кончик вот сюда, то есть я даже ножны не порезал, поэтому специалисты, туристы, милитаристы, скажите, как лечиться, имеет ли смысл как-то заплавить или прошивать сверху, потому что хочется оставить ножном первозданную какую-то вот эту вот красоту. Сами по себе ножны зашибись, но об этом позже. Итак, Лаурус, мастерская Кирилла Козлова. Сразу скажу, что Лаурус, может быть, какой-то Кирилл другой подразумевал смысл. Для меня это именно лавровый лист, и здесь форма, клиночка, она такая, листообразная. У меня вот самый мой любимый лаврентий, самый мой любимый цветок, подаренный мне бабулей. Это именно куст лавра, собственно говоря. Я от него балдею, разговариваю с ним время от времени, в общем, всячески ухаживаю. Так вот, я сразу же этот нож для себя окрестил лавриком, потому что он прям такой вот уважительно, но уже любя, как говорится. Дизайн Кирилл Козлов. Длина 219 мм, длина клинка 100 мм, ширина клинка 26 мм, толщина по обуху 2,7 мм. Аллилуйя! При 26 мм и спусках от обуха мы получаем реальный резак. Финиш клинка сатин, сталь N690 на 59, 61 единицу, рукоять Микарта, монтаж фуллтанк неразборный, вес ножа 97 грамм, вес ножа в ножнах 159 грамм. Ножны Кожа. Цена этого ножа 12 тысяч рублей. Контакты мастера в описании к этому ролику. Если вам интересно, то в описании к ролику сразу же я ставлю контакты Кирилла. Вы можете ему заказать. Надо сказать, что Кирилл сейчас, как ножевой мастер, он не делает первые шаги, он делал ножи, но в основном все-таки именно имя его только начинает, скажем так, стрелять. Ему 45 лет, из которых он 25 лет работает ювелиром. Параллельно, как он сам выражается, болеет ножами и столкнувшись с толщиной. Вот что человека, у которого золотые руки, толкает делать ножи. Я вам могу сказать то же самое в какое-то время мне говорил Андрюс Трициус. Совершенно не стыдно упомянуть имя человека, который делает просто офигительные по качеству ножи. Я считаю, ТРЦ это лучшее качество, серийки именно, в Европе, по крайней мере. Вот. И он тоже в свое время сказал, что мне просто не нравились ножи, которыми я работал. Мне не нравилось их качество. Я стал делать свои. Так вот, столкнувшись с толщиной подводов, которая его не устраивала, на покупных ножах, Кирилл решил сам изготавливать ножи с нужным тонким сведением. Здесь 0,2. Участвовал в нескольких проектах с Алексеем Шакуровым. И подход к изготовлению ножей у Кирилла явно именно ювелирный. Здесь все очень-очень сделано, прям дотошно. По-другому не скажешь. Невероятно педантичное отношение к мелочам. Микарта заполирована с любовью. То есть, именно переход Микарты, вот на спинке, переход Микарты в хвостовик, ты чувствуешь только по температуре, по тактильным ощущениям. То есть, здесь вообще, как будто бы одно целое. Просто шикарнейшим образом все оформлено. Клинок такой прям действительно спирпойнт, действительно реально такое копье. И ножны. В ножны у нас симметричные под правую и под левую руку можно переставлять. Здесь не хватает отверстия для того, чтобы клиночек дышал, как обычно делают, так называемое сливное отверстие. И у нас петля вертикального фиксированного подвеса, жесткая, на достаточно широкий ремень. И вот при извлечении, вы слышали сейчас этот звук, от которого у меня буквально зубы свело, клинок цепляет вот здесь кнопку. Кнопка чувствуется, поэтому в идеале, конечно, это, наверное, единственное, на мой взгляд, что можно записать. Ну вот, отверстие на ножнах и записать в пожелание мастеру, чтобы все-таки кнопка изнутри заклеивалась. Почему? Потому что ножи такого исполнения, они зачастую становятся рабочими полочниками. Что это означает? Это означает, что я не собираюсь этим ножом лес валить, люки отжимать, скрепки канцелярские поддергивать и так далее. Но такой нож, именно в таком исполнении, красивый, резучий, легкий, скальпельный, тонкий, очень поворотливый, просто порхающий, вот такой вот ножик. Он зачастую у человека лежит где-то, например, в ящике дорогого, из натурального дерева, рабочего стола. Пришли партнеры подписать контракт, соответственно, достал из ящика этот нож, подтонулся слегка, нарезал лимончик, там выпили коньячку, поставили подписи, аккуратно смыл лимончик с клиночка, высушил, поставил обратно в ножны и снова в стол. То есть, как бы нож рабочий, он свою функцию выполнил, это было небольшое такое, вот еще один маленький штрих, вот в этом вот, во всей, вот в этой вот, всей встрече, в подписании. А представьте, ладно, хрен с ним, ладно там партнеры, по, как говорится, их токам. А если приходишь к потенциальному тестю, и нужно как бы себя лицом показать, и вот это вот все такое начинается, там пляски с бубнами нужно обязательно как-то именно чисто, предположим, что тесть там не олигарх, а просто нормальный человек, но который такой, ценит некоторые детали. Нужно показать, что взять-то будущее, он не лох, ладно там, подъехал на какой-нибудь не особо дорогой тачке, это уже как-то так, ну ладно, хорошо, вот именно в этой машине Доня моя поедет в роддом, зашибись, что за урода подсунули. Достаешь этот нож, и опа, красота, правда есть опасность, тестья может не стать, а нож подарить придется. Ну да ладно, это я сейчас залез в лирику, то есть именно, когда говорят полочник, я могу сказать, что есть полочники, которые достаются по особым случаям, для того, чтобы, а, получить кайф от работы, б, произвести впечатление. Этот нож может делать и то, и другое. Поэтому, с учетом того, что вот как раз возвращаюсь-то я к чему, вокруг чего вся эта история с контрактом и с тестем была, вокруг того, что было бы здорово на самом деле этим ножом, вернее, чтобы этот сатин, красивый на клиночке, он остался насовсем, и не царапался нож, не царапался бы клинок об кнопку. Что мы имеем по ножу сказать, собственно, у нас условный молоточный хват, почему условный, потому что любой нож с тонкой талией начинает при строгании гулять, но здесь я вижу будущее, во-первых, она не совсем тонкая такая, но все равно тонкая все же. Но вот как-то удается зажать именно пальцами, здесь вытащит, конечно, клинок при строгании. Хотя, не надо, блин, у меня сердце кровью заранее обливается, потому что настолько он весь такой изящный, интеллигентный, но построгаем, никуда не денемся. Так, дальше, диагональный хват здесь безопасный, несмотря на отсутствие каких-либо там упоров, шмупоров и так далее, потому что рукоять очень грамотно, четко упирается у нас в ладонь. Трубку вы можете использовать как отверстие для темляка, хотя именно для отверстия, как вот сама по себе трубка, она на месте. Как отверстие для темляка, слегка все-таки далековато к центру рукояти. Рукоять, как вы видите, у нас несимметричная, идет выход такой именно спинки, и вот таким вот хватом все действительно получается очень красиво. Можно намутить очень грамотный и четко зафиксированный отверточный хват. Обратный, пожалуйста. Клинок, действительно, получается, что ты вот крутишь вот эту вот колбасинку, и за счет того, что тонкая талия, клинок действительно, нож действительно летает просто в руках, он очень-очень поворотливый. Ну и, конечно же, без каких-либо сомнений этот нож просто будет охренительным в командировочной, в проставочной и в какой-либо аутдорной кухне. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...